Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. В Турции в вора в законе Рафика Масалинского выпустили 4 пули. В турецком городе Мерсине выстрелили в Рафига Явер, Оглу и Ивазова, вора в законе, известного как Рафик Масалинский. Как сообщает у Никол, инцидент произошел перед его домом. И Ивазов был госпитализирован с четырьмя пулевыми ранениями. Ранее до этого, в СМИ писали, что, соратники раскрыли убийство вора в законе, Лоту Гули. В окружении вора в законе Надира Салифова, Лоту Гули, считают его убийство раскрытым. Организатором называют законника Рафика Ивазова, Рафик Масалинский, которому в свое время по приказу Гули, отрезали ухо. В финансировании операции, как подозревают в окружении Салифова, принимали участие родственники Рафшана Джаниева, Рафшана Ленкаранского. Готовилось устранение долга, на него были израсходованы сотни тысяч долларов. Как рассказал источник Росбалта, знакомый с ситуацией, самоубийство Салифова произошло не так, как описывалось по горячим следам. Киллер Хаган Зейналов в последнее время сблизился с вором в законе и неожиданно стал приносить в его казну крупные суммы. Вот и 20 августа 2020 года он приехал в отель в Анталии, где находился Гули, и они удалились от охраны в отдельное помещение, чтобы переговорить с глазу на глаз по финансовым вопросам. Раздался выстрел, тут же из комнаты выбежал Зейналов, крича, что в Салифова стрелял снайпер. Охранники бросились к шефу. Поначалу они действительно полагали, что по нему вели огонь через окно. Когда они поняли, что это не так, а пулю выпустил Зейналов, тот уже сбежал. Однако полиция вскоре задержала машину с Зейналовым и водителем Амиром Гамидли. Последний к устранению Гули отношения не имеет. По словам источника, скорее всего в задачи Гамидли входило потом избавиться киллера, поэтому можно сказать Зейналову повезло, что его арестовали. С другой стороны, по словам собеседника агентства, в тюрьме ему приходится не сладко, поскольку в криминальном мире Турции у Гули было много друзей. Расследование показало, что преступление готовилось довольно долго. Хотя вор в законе был очень давно знаком с Зейналовым, последний никогда не входил в самое близкое окружение мафиози. Гули относился к нему несколько пренебрежительно. Неожиданно Хаган стал приносить интересные в финансовом плане темы. Например, предлагал разрешить спор между азербайджанскими бизнесменами, используя имя и авторитет Салифова. И главное, Зейналов исправно приносил долю Гули. Сначала по несколько десятков тысяч долларов, а потом суммы, превышающие и 100 тысяч долларов. В результате он заслужил расположение и доверие законника. Осторожный Салифов вполне мог что-то обсудить с Зейналовым с глазу на глаз в отсутствие охраны. Закончилось это все убийством. По версии источников агентства, в окружении Гули установили, что в реальности Зейналов был засланным казачком и выполнял то, что ему передавали от Рафика Ивазова. Последний выделял и деньги Зейналову на проведение операции, в том числе те суммы, которые передавались Гули под видом его доли. Когда проект стал для Ивазова слишком затратным, он подключил к финансированию родственников Рафшана Джаниева, Рафшан Ленкаранский. Считается, что именно Гули стоит за расстрелом Джаниева в августе 2016 года в Турции. У Рафика Ивазова никогда не было большой дружбы с Салифовым. Более того, когда он в 2013 году попал за решетку, лоту Гули запустил маляву, что Рафик не является вором. Несколько лет они как-то уживались друг с другом, но в 2017 году отношения перешли в состояние войны. Привело это все к тому, что люди с Салифова отловили Ивазова в Турции и отрезали ему ухо. Ивазов поклялся отомстить и с тех пор последовательно выполнял свой план. С 2017 года были убиты минимум двое гангстеров, имевших отношение к нападению на Рафика. В частности, в 2017 году в Грузии был застрелен Ильшан Мамедов очень близкий к Гули человек. Все эти годы Ивазов искал возможности подобраться к Салифову, а также формировал оппозицию Гули из числа пострадавших от него мафиози. Вор в законе Рафика Ивазов, Рафик Масалинский. 21 января 1982 года в небольшом азербайджанском городе Масалы на свет появился Ивазов Рафик Явероглы, как водится, ставший впоследствии известным подворовским погонялом Рафик Масалинский. Можно сказать, что стремление к воровской романтике Рафику привил его дальний родственник Мимед Гусейнов, погоняло Мамед Масалинский, который считался весьма влиятельной фигурой в криминальном мире Азербайджана. Однако взять Ивазова под свое крыло и привести к воровской короне Мамеду Масалинскому не удалось. 20 марта 2011 года в возрасте 50 лет он скончался от цирроза печени. Рафик и Надир – корни конфликта. Оставшись без поддержки авторитетного родственника, Рафик, тем не менее, взял себя в руки и примкнул к организованной преступной группировке Надира Салифова, Лоту Були, Були Бакинский. Тот весьма доброжелательно отнесся к Масалинскому второму, поскольку также являлся уроженцем Азербайджана. Надир доверил земляку контролировать сбор средств в воровской общак. И какое-то время отношения между Ивазовым и Салифовым вообще были достаточно дружескими, пока до главаря АПГ не стали доходить слухи о том, что Рафик тратит деньги из общака не туда, куда положено. И действительно, по результатам проведенной ревизии была выявлена недостача – 200 тысяч долларов. А объяснить, куда пропали деньги, Рафик Масалинский так и не смог, из-за чего сильно разругался с Гули Бакинским. Дело дошло до того, что Ивазов распрощался с Надиром и в противовес ему решил создать собственную АПГ. Коронация и добровольное заключение. Однако на пути к воровской славе Рафику Масалинскому необходимо было преодолеть одну существенную преграду. Сложность заключалась в том, что другие преступники вряд ли будут слушать вора, не имеющего воровской короны. Стремясь ее получить, Рафик стал налаживать отношения с представителями клана Рафшана Джаниева – Рафшан Ленкоронский. В частности, он сумел заслужить благосклонность Алибалы Гамидова по кличке Годжа. С его подачи 11 февраля 2013 года Рафик Масалинский был коронован. Своё согласие на посвящение азербайджанского преступника в законные воры дали Ариф Сумгаицкий, Вагиф Бакинский, Важет Белиский, Олешко Ашхабадский, Рашад Гинджинский, Резол Аткинский, Юнос Ясамальский и Ваха. Правда, по некоторым данным, Рафик Масалинский все же был удостоен столь высокого статуса не просто так. Ему поручили довольно непростую задачу – попасть в тюрьму, где на то время находился Лоту Гули, и оспорить его воровское положение. Стремясь выполнить договоренность, 27 марта 2013 года Ивазов, как бы случайно, попадал в поле зрения азербайджанской полиции. После личного досмотра при нем был обнаружен пистолет Макарова, заряженный пятью патронами. Суд города Баку достаточно быстро вынес постановление об аресте Рафика Масалинского, и благополучно оказавшись в местах не столь отдаленных, тот принялся нашептывать на ухо своим сокамерникам о том, что Гули не достоин считаться вором. Однако в противовес плетущимся против него интригам Надир Салифов пустил по тюрьмам воровской прогон, в котором заявил, что среди порядочных арестантов сеют смуту и занимается этим Ивазов. В своей записке он объявил интригана гадом, попросив у всех заключенных понимания и поддержки. Но по всей видимости, всеми этими переписками Рафик Масалинский все же успел достаточно серьезно насолить Гули, поскольку, оказавшись на свободе, вскоре получил от него своеобразный привет. На то время законник посещал Стамбул, где был намерен встретиться со своим другом-турком. Поначалу ничего не предвещало беды. Приятели отобедали в ресторане и хотели двигаться дальше, как тут на пороге заведения их встретили люди Надира Салифова. Угрожая пистолетом, бандиты отвезли Ивазова и его товарища в безлюдное место, и там жестоко избили. В порыве драки люди лоту Гули даже отрезали ухо врагу их вожака. После этого в воровской среде начали ходить слухи о том, что не выдержав жестокой расправы, Рафик Масалинский совершил самоубийство. На самом же деле законник остался жив, и даже его отрезанное ухо умелые хирурги смогли пришить обратно. Но произошедшее навсегда поселило в душе Ивазова стремление к мести своим обидчикам. Он стал копить силы и обдумывать стратегию дальнейших действий. Ответная месть Рафика Масалинского. 9 января 2017 года город Баку содрогнулся от ночной перестрелки. Это событие произошло прямо в кафе Минт-Ндире, расположенном на улице Агини Матулы, Наримановский район. Как позже удалось выяснить правоохранителям, участниками разборки были представители преступной группировки Надира Салифова и Рафика Ивазова. В том, что кто-то из участников перестрелки поймал в себя пулю, полицейские не сомневались, однако никто в тот день за медицинской помощью так и не обратился. А буквально через несколько месяцев, а именно 28 апреля, в городе Санкт-Петербург был обнаружен труп мужчины, человек скончался от огнестрельного ранения. Этим убитым оказался 42-летний Джабир Гасанов. Пуля настигла мужчину на Ленинском проспекте у парадной, дома номер 148, в котором он на тот момент проживал. Как стало известно позже, Гасанов тоже пал жертвой нарастающего противостояния, между Салифовым и Ивазовым. Он был одним из тех, кто участвовал в избиении Рафика в Стамбуле. Таким образом, на одного обидчика стало меньше. В том же 2017 году, месть Рафика Масалинского настигла и еще одного члена преступной группировки Надира Салифова. Ночью 11 сентября в городе Тбилиси, на улице В. Гаргасале возле ресторана Маспиндзила, был расстрелян 42-летний Ильшан Мамедов. Этот убитый считался одним из самых жестоких и безжалостных карателей Гули. Именно он заманил Рафика и Вазовова в свой ресторан в Стамбуле, где после трапезы над ним была учинена расправа. Новый этап противостояния. После этого события противостояние между Рафиком Масалинским и Лоту Гули перешло в несколько другую плоскость. Вместо убийств и прочих жестокостей, противники Надира Салифова принялись переманивать его приверженцев на свою сторону. Но при этом они всячески старались мешать его московскому бизнесу. Например, всем торговцам на рынках российской столицы было объявлено, что до тех пор, пока они не сменят покровителя, их работа будет всячески блокироваться. К середине 2019 года войну Лоту Гули объявили уже шесть авторитетных воров. Помимо Рафика Масалинского, свое несогласие с политикой, проводимой азербайджанским мафиози номер один, высказали Дата Акджебединский, Эмин Аджагабульский, Джихун Гинджинский, Заор Нахчеванский и Альберт Рыжий. Но, к сожалению, главный азербайджанский вор в законе был убит в августе 2020 года. Заказчиком, как выяснили Джигит и Лоту Гули, стал Рафик Масалинский. Безусловно, выходцев из Азербайджана, повлиявших на преступный мир огромное количество. О всех в одной статье просто невозможно рассказать. В последующих статьях мы продолжим свой рассказ о них и углубимся в биографию каждого.